Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам замечательный рецепт торта, который не нужно печь. Он получается очень нежным и очень вкусным. Вместо желатина я использовала агар, что сделало желе намного плотнее и вкуснее. Для этого торта я взяла детское печенье, оно не жирное, не такое приторное и думаю подойдет в самый раз. Видите, оно поломанное, я брала лом. Оно намного дешевле выходит, а ломать все равно его надо. Еще понадобится пачка масла. Масло нужно заранее вынуть из холодильника, чтобы оно стало мягкое. Печенье измельчите удобным вам способом. Я измельчила в блендере, а вы можете перекрутить через мясорубку. В глубокую миску переложите в нее печенье. Добавьте масло. Теперь это надо все хорошо перемешать. Можно перемешать ложкой или, если вам удобно, можете это сделать руками. Я обычно сначала делаю это ложкой, а потом уже руками перемешиваю. Но ложка, если честно, видите, она не очень удобная, она высыпается. Поэтому лучше делать это руками. У вас должна получиться вот такая однородная маслянистая масса. Возьмите разъемную форму, застелите ее пищевой пленкой. И переложите в нее полученную массу из печенья и масла. И теперь надо все хорошо разровнять и утрамбовать. Утрамбовать нужно очень хорошо. Иначе торт у вас рассыпется. Можно руками это делать, можно толкушкой, можно просто донышком стакана. Конечно, желательно было бы взять форму немного меньшего диаметра, но у меня просто другой не было. Если форма будет меньшего диаметра, то тортик у вас будет повыше. У меня будет торт не очень высокий. И теперь надо эту форму убрать в холодильник, чтобы масло застыло. Подготовьте фрукты. Мандарины очистите от кожицы, разделите на дольки и удалите косточки, если они есть. Бананы очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Основа уже хорошо застыла. Стала жесткая. Теперь выложите фрукты. Чередуйте ломтики бананов с дольками мандаринов. Агар-агар размешайте в молоке. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Кипятите 4 минуты. Добавьте сахарную пудру, добавьте ванилин. И хорошо перемешайте. Теперь надо молоко остудить до теплого состояния. Теперь этой молочной смесью нужно залить фрукты. Смесь у меня практически остыла. В теплогорячем виде сейчас. Но если дольше оставлять, она загустеет. Все. Теперь эту форму нужно убрать в холодильник до полного застывания агара. Прошел час. Вы посмотрите, как хорошо застыл агар. Очень хорошо. Теперь надо переложить торт на блюдо. Для этого снимаем кольцо. Убираем пищевую пленку. И теперь это надо все аккуратно переложить на блюдо. Кстати, если вы боитесь, что торт поломается, то можете оставить вместе с донышком, спрятав вот эту пленку под донышко. И нарезать прямо на нем. Вот я переложила торт на блюдо. И теперь можно нарезать. И посмотреть, как выглядит торт в разрезе. Вот такой замечательный тортик у меня получился. Смотрите, какой красивый. Нежный, вверх, рассыпчатый низ. И серединка очень ароматная и вкусная из фруктов. Осталось только попробовать. Очень рассыпчатый. Посмотрите, какой рассыпчатый торт получается. Надеюсь, мой рецепт вам понравится. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! До новых встреч!